Итак, всем привет, ребята, господа, дамы, дети, школьники, взрослые и так далее. С вами, как обычно, на связи одной из альтер-эг моих, это поплав скейтовый, отчество я забыл. И сегодня я вам расскажу, дорогие друзья, по поводу очередной своей поплавки под названием шримблант. В общем, быстренько расскажу вам, что значит шримблант, почему я собрал такую доску. И вообще покажем еще, как умеющие ребята на ней могут гасить. И в целом расскажу, почему она стоит дороже, чем поддержанный отечественный автомобиль. И что не так с подвесками, почему они разных цветов. И сначала я вам расскажу про Бигла, про вот эту вот доску, почему это называется шримблант и так далее. Вообще, в чем заключается история этой графики. Если кто не знает, Бигл это крутой скейтовый оператор, который снимал Baker 2G частично, который снимал частично Baker 3. Кстати говоря, интересный факт, что Baker 3 монтировал Dustin Dolan. Также он участвовал в таких крутых проектах, как America This Is Skateboarding и America Stay Gold. Ну и еще множество всяких других крутых видосов, типа и Baker 4, если я про него не сказал. А, ну и типа всякий Deadwish, Baker Has a Deadwish и так далее. Короче, оператор очень крутой. Со своим стильком, который оставался верен в X1000 и кассетам прям до самого-самого конца, пока Эндрю Рейнс не сказал ему, типа, все, чувак, время переходить на HD. В общем, шримблант это название не только доски, графики и так далее, но это еще и название одного из последних видосов Shake Jango. Это дочерняя компания от Baker, они делают все эти мелкие хард-стап прикольные, шмоточки и иногда доски. Собственно, в чем заключается как бы история по полиграфике. Для тех, кто знаком с творчеством Бигла, все знают, что он большой фанат Memphis рэпа, техасского рэпа и так далее. Здесь вот этот экран, все такое. Это твоя доска, шли. Пацан, смотрел? Хотя бы спросили бы. Бигл большой фанат Memphis рэпа, южного рэпа и вот этих вот всех крутых дел. Из-за того, что он очень много принимает допинга для съемок видеороликов своих, у него есть искренняя вера в то, что рэперы из Атланты, из Хьюстона, они имеют с ним некую ментальную связь. И, собственно, история этой графики заключается в чем? Когда-то давным-давно у Бейкера была своя блат-хата в Голливуде. И они вместе с Херманом закинулись грибами, жестко треповали и вернулись домой на хату. Херман готовит креветки, Бигл крутит бланты. И в моменте они решили, к ним пришла такая идея под грибами, что типа, блин, чувак, а давай сделаем креветочный блант. И они просто как бы взяли креветки, пропитали блант креветочным соком, скрутили, скурили и буквально у них получился креветочный блант. На следующее утро Бигл просыпается и узнает о смерти Пимп Си. Пимп Си это один из как раз таки техасских рэперов, который постоянно пел про креветки, про то, как он любит это блюдо. Потому что, ну, типа, в его текстах было чуть ли не то, как правильно приготовить, типа, тысячу одно блюдо, как бы, из креветки. Таким образом, Бигл думает, что умерший рэпер Пимп Си, пролетая, типа, над Голливудом, над квартирой Бейкер, передал, как бы, последний привет этим пацанам. Вот такая интересная, забавная история. Небольшой дисклеймер, если что, как бы, наркотики это зло, не надо их употреблять, пробовать и так далее. Это полная стойка. Угорать по графике это одно, а, типа, наркота это совсем другое дело. Мы ей против нее. Теперь, собственно, поговорим немного про сетап. Ну, как вы поняли, доска здесь ширина блонд. Размер она 8,5 в ширину и 32 дюйма в длину. Собственно, форма у нее рыбная, весьма интересная. Здесь, конечно же, есть анти-виллбайтные пропилы для того, чтобы поставить большие колесики и круизерить по городу. На самом деле, шейк и ширина максимально крутая, как бы, как для трюков, как для катания в радиусе, так и просто для того, чтобы агрессивно гонять по городу и фильмить своих горяшей. Шкурка здесь простая, пейтер как бы черная, даже на нее не надо заострять внимание. Подкладочки Ace, винтики тоже Ace Hollow облегченные. Это поплав, без него никуда не обойтись. И переходим к самому интересному. Это подвески Ace AF One. Обычные, без всяких наворотов. Но история в чем? Были, соответственно, две пары подвески. Золотые и фиолетовые. И я решил, что было бы прикольно, как бы, отличное сочетание цветов. И как бы поменял хенгеры и базу. И вот такая вот интересная история получилась. Выглядит, конечно, интересно. Дальше стоят колесики Bones. Это про модель Бун Джонсона. Отличный парень, очень круто катается, супер стиляга. Один из любимых скейтеров Евгения Шаренда, если вы знаете такого. Вот. Они 99-е и размером 56 мм. Идеально для этой доски. Ну и изюминка этого комплекта заключается в том, что на нем стоят подшипнички Bones с вискерами, которые стоят сейчас порядком 20 тысяч. Что-то такое. Вот такой интересный, крутой комплект у нас получился. Вот такие вот поплавки. Если вам нравятся подобные истории, подобные видосы, проявить какую-нибудь активность. Поснимем еще несколько видосиков про поплавы скейтовые. Про то, как можно и нужно собирать красивые комплекты досок. И все это покажем, расскажем. И бонусом у нас есть небольшой секретный футаж из Куража, где наш райдер ОМДЖИ Годзилла раскатывает на этой досочке. Что, Максим, шримбалантимся? Шримбалантимся. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, Максим, как тебе? Шримпоплант скейт прекрасный для всяких OG-движений, но, как вы видите, на нем пришлось немного и попанковать, и работа это две стороны. Я думаю, это оригинал бейкер скейт. Ну, пару слов для потомков. Если вы нация, видите, ***. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА